Уже 14 лет в Красногорске, Московской области, действует известный на всю Россию спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Он создан для тех, кто хочет научиться защищать себя и своих близких. Участники клуба изучают рукопашный бой, кикбоксинг, боевой самбо, женскую самооборону и другие направления. Наша съёмочная группа побывала на занятиях подвоенной подготовки, которые особенно актуальны, когда Россия проводит специальную военную операцию. Научить людей стать полноценной боевой единицей — задача не из простых. Обращаться с оружием, знать премудрости тактики стрелкового боя, выносить на себе тяжёлую экипировку — всему этому учатся на занятиях в клубе как мужчины, так и женщины разных возрастов. Они приходят сюда, так как понимают, что такие занятия им необходимы. Людей надо обучать, потому что раньше к этому относились не так серьёзно, а за это время столько народу у нас прошло и столько уехало в зону СВО. И для меня это такая стезя, которую я несу и буду нести дальше, пока такая сложная обстановка в нашей стране. Две с половиной тысячи людей мы провеличили с себя, более 250 в зоне СВО. И сейчас до сих пор приходят, особенно, наверное, после ситуации с Курской областью. Скачок был достаточно такой серьёзный. Ярополк — в чём-то уникальное общественное явление. Учебная методика клуба включает в себя и спортивный элемент, и начальную военную подготовку, и патриотическое воспитание детей и молодёжи. Клуб воспитал много чемпионов России, мира и Европы по рукопашному бою. Но главная задача Ярополка — вырастить достойных людей. За счёт тренировок, за счёт физических нагрузок меняется стиль жизни, уровень жизни, вероисповедание, понятие о природе, в чём мы сейчас, в каком окружении мы сейчас находимся. И за счёт того, что всё это в совокупности проводится в нашем клубе различные мероприятия патриотического толка, человек уже как бы готов, и очень многие из наших рядов уходят на СВО по контракту. С учётом того, что я уже имею определённый срок, опыт службы в армии, ВДВ, всё это вместе с учётом нашей нынешней подготовки даёт очень мощную базу знаний. Здесь командир спрашивает достаточно строго, даёт возможность проявить себя, понять, что ты действительно находишься в суровых условиях. Цель деятельности клуба – возрождение русских традиций, наставничество среди молодого поколения. В Ярополке изучают историю России, церкви и культуру русского народа. А русский человек всегда был защитником и жил по принципу «сам погибай, а товарища выручай». В этом клубе в первую очередь идёт патриотическое воспитание молодёжи. И не только молодёжи, а поддержание духа тех, кто уже упал, считая, что наша страна немножечко упала на колени. И здесь как раз воспитывается в каждом человеке любовь не только к клочку земли, которую мы защищаем, но и друг к другу, к своему брату, к своей сестре, маме, папе и, в общем, к своему ближнему соседу. Мы работаем, совершенствуемся, и мне очень нравится именно атмосфера. Здесь собрались люди, у которых единый взгляд, наверное, на жизнь, какие-то общие интересы, общие такие моменты, когда приходишь и чувствуешь себя дома среди своих друзей. Всё рассказанное – только малая часть того, что делают в клубе Ярополк. А там ещё плетут сети для фронта, возят детей на экскурсии в монастыри, проводят турнир Герои Отечества. Работа кипит постоянно. И, как говорит директор клуба, хоть они и в тылу, но всё равно стоят на страже России. Олег Ясинский, Телесур, Москва.